А потом просто как резко в голову ударит, расслабление такое легкое. Расслабление, головокружение, рвота. 15-летний пациент краевого наркодиспансера на протяжении недели употреблял по 6 подушек снюса. Впервые попробовал с друзьями и подсел. Стандартная схема среди подростков. Нужели что-то употреблял? Ну, в принципе, ну нет, можно так сказать. Почему? Ну, просто он дорогой. Ну, вот он свежий случай, так скажем. Сегодня поступает девочка к нам на лечение тоже с употреблением снюса. И вот что мы нашли при ней. Еще одна очередная жертва сосательного табака. Их в наркодиспансере уже несколько. Сегодня о баночке или в простонародье шайбе в 300 рублей знает любой школьник. Это не курительное вещество, соответственно, употреблять его можно незаметно для взрослых. Да и табаком здесь не пахнет. Зато химии и в лошадиных дозах никотина хоть отбавляй. Если там в одной сигарете предусматривается один миллиграмм, да, ну так, грубо говоря, если обобщить, то в снюсе один пакетик в пять раз превышает дозу никотина. Маленькая доза угнетает состояние. Большая поражает центральную нервную систему, вызывает паралич, остановку дыхания. В конце прошлого года в реанимации из-за отравления снюсом в Алтайском крае оказалось трое детей. Снюсовая лихорадка накрыла не только наш регион, но и все российские школы. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Земляничная, яблочная, тропическая. Маркетологи выдают опасный яд за безопасную конфету и травят детей. На вкуснятину всегда легче подсадить, говорят медики и приводят пример. Джентониками. Они же этиловый спирт, завуалирован, снабжен различными ароматическими добавками, подсластителями. И даже дети на вкус пробуют, думают иногда на практике, когда мы сталкиваемся, что это лимонад, что это что-то такое вкусненькое, безопасное. В интернете снюс продвигают как альтернативу сигаретам. Один из видеоблогеров на 4-х миллионную аудиторию вещает о его пользе. В первую очередь это способ бросить курить. Потому что курение, оно в любом случае вреднее, оно по легким. Я начал понимать, ну, чтобы курить, бросить, все. Получилось? Нет. Один раз попробовал и уже постоянный клиент. В конце января алтайские депутаты запретили продавать снюс несовершеннолетним. Соблюдают ли закон торговцы, мы решили проверить. У вас есть снюс? Нет. Нету? Снюс же нигде сейчас не будет. Ничего? Ну, вы сказали, что пока нету. А когда будет? Не знаю. Ни для детей, ни для подростков, ни для взрослых. Снюс резко еще с прилавков. Пресечение оборота около 3000 единиц никотин, содержащей продукции, без документов. Такая продукция, она была потенциально опасна и представляла непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан. Штрафы за такую продукцию до 600 тысяч рублей. Дабы не нарваться на такую сумму, бизнесмены почистили прилавки и отправились в социальные сети. В популярных мессенджерах купить шайбу может любой желающий. Причем в любых количествах и никто не спросит возраст. Вот у меня не спросили. Причем доставить дозу торговец готов в любую точку страны. Две девочки имя не говорили, только сказали, что употребляют. Специалисты Министерства образования за круглым столом, который организовал Общероссийский народный фронт, рассказали, как они работают с проблемными школьниками. Родители что делаем? В данном случае у нас есть модель выявления, региональная модель первичной профилактики девиантного деликвидного поведения, которая говорит о том, как поступать в школе и работать в данном случае. Там полностью пошагово прописано. Как вопрос без ответа. Больше ясности внесли медики. Не стоит разрешать своим 12-летним детям зависать на улицах до позднего вечера и следить за их окружением. На горизонте новая эпидемия. Мармеладки, зубочистки и яблочки пропитаны убойной дозой никотина. Кстати, все эти вещества в интернете сейчас в свободном доступе. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Александр Антропов. День с толком.